Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Сегодня мы едем в Тадж-Махал и покажем вам, как самостоятельно туда добраться из Нью-Дели. Мы приехали на вокзал. У нас еще 45 минут до отправления. А на улице Дубак конкретный. И тут повсюду люди спят. Прям на дороге, на асфальте. Представляете, на тротуарной плитке они накрыты только пледом, какой-то тканью. И спят везде. Я сначала дула, но это чей-то багаж завернутый в тряпки. Но когда увидела, что там кто-то шевелится и повсюду ноги, я бояла, в чем тут дело. И не холодно им так спать. Я не могу, у меня на зуб не попадает. Они прям так спят. Это, конечно, жесть. Я такого еще нигде не видел. Просто люди расположились по центру зала и спят. Кстати, на улице сейчас плюс 9 градусов. Мы доехали за 10 минут и поездка нам обошлась 150 рупий. Но у нас было только 500, не было у него сдачи. Но и так получилось, что мы отдали ему 220. А мы идем в туалет. Он здесь стоит 10 рупий. Хорошо, что около вокзала есть туалет. И там не так холодно. Здесь такой контроль багажа. Нужно сдать сумки, чтобы их просветили, посмотрели. У нас там только один рупзачок. Все, мы прошли. Все, здесь уже поезда. Поезда такие древние. Вообще. Мы как будто попали в XIX век. И теперь нам нужно найти наш поезд. Неизвестно, нашли это поезд. Смотрите, у нас платформа C7. И вот, C7. Мы стоим в нужном месте. Ура! И это наш поезд. И, кстати, билеты нам вышли в 3000 рублей за двоих туда-обратно. Даже 2900 рублей. Да, о том, как мы покупали в предыдущем видео про поездку на вокзал. И знакомство с одним очень интересным человеком. Когда мы покупали билеты, они были одними из самых дорогих. И нам сказал продавец, что это будет супер вагон, супер места. Сейчас посмотрим, что мы взяли. Понимаем, почему после этого все заходят. Такс, давайте посмотрим. Ну, в принципе, обычные сидячие места. Да, говорят, если хочешь познать колорит Индии, прокатись на место поезде. О, здесь горячая вода, может быть руки помыть, погрыть. Супер. Такс, проходим, проходим, держим. Такс, такс. Вот, вся шесть, вся шесть. Нам сюда. Да, окошко. Супер, классно. Вообще, мое место было не в окошко. Но пришел индиец, и он говорит, мое место у окна. Я говорю, хорошо. Он говорит, ну, если ты хочешь, можешь сидеть здесь. Я думаю, круто. Я просто хочу смотреть, что там происходит вокруг. И нам дали газету. Буду читать. Так, смотрите, это солнце. Это робот. Это горы. Ну, вот, собственно, так выглядит вагон. В принципе, ничего страшного. Как у нас электрички. А я сейчас видела женщину. Она на голове носила чемоданы. Представляете, даже руками не поддерживала. Просто несет чемоданы на голове, еще в руке сумка. Вот, кстати, там, смотри. Тоже с чемоданом на голове идет. И мы трогаемся. Время в пути около двух часов. Время, кстати, 6.00. Отправляемся по расписанию точно. Когда покупаете билеты на поезд, можно выбрать тип питания. Вегетарианское и невегетарианское. У нас вегетарианское. Здесь две какие-то овощные котлетки с горошком. Два куска хлеба. И, похоже, сок лимонный. Еда, конечно, так себе, но они, в принципе, могли бы вообще не кормить. Цена 1400 рупий за двоих. Ну, я считаю, еще и корм включен. Корм. Я думаю, многим будет интересно узнать, как выглядеть в туалет в поезде, в поезде. Собственно, здесь раковина, средства для матья рук. И вот такой писсуар. И есть даже биде. Так странно, это первый раз в нашей жизни, когда в поезде мы единственные иностранцы. Обычно нет-нет, да встречаются, но здесь вообще никого. Мы вышли в тамбур. Света все греет. Света бутылка. Ой. Вернее, бутылка греет свету. Саша, говорит, ты будешь по Ташмахалу с бутылкой гулять? Я говорю, да. Вечное лето. Путешествие с бутылкой. Я покажу ей мир. Why? Аккуратненько. Ну, не так холодно, как я думал. Очень холодно. Тут холоднее на два градуса, между прочим. Ты просто нагрелась моя бутылка. Время 8 часов. Ехали 2 часа 5 минут. 200 километров пройдено. Впереди приключения. А куда идти, собственно? Так, раз говорите, где у вас тут Ташмахал? Да, нам такси, я думаю, надо поймать и ехать. Ни одного иностранца, как обычно, мы не видим. Почему мы здесь одни? Я думаю, это популярное туристическое направление. Что-то не похоже. Вот, кстати, как выглядит железнодорожный вокзал в Агре. Достаточно маленький, старенький. Не уходи далеко. Хорошо. Все, идем искать такси. Я вижу вывеску такси, я думаю, нам туда. В общем, ребята, такси стоит 200 рупий до Ташмахала. Мы решили взять такси на весь день, потому что у нас здесь будет 10 часов или 11, то есть до 9 вечера весь день. И мы решили за 1000 рупий взять такси на 8 часов на весь день. Нас везде покатают. Мне кажется, это классно. Еще? Они чуть не подрались за нас. Один говорит, он едет на мою моторикше. Третий говорит, нет, он идет на машину ко мне в такси. Четвертый говорит, нет, он возьмет таксиста на целый день. Мы говорим, спокойно, спокойно, на моторикше точно не пойдет холодно. Вот, собственно, наша машина на сегодняшний день. О, хорошо, тепло. Я говорю моторикше, говорю, холодно на моторикше ехать. Он говорит, не холодно, я закрою окна. И говорит, нет, вы пойди на машине. Если просто в Тадж-Махал, на машине 200 рупий. С нами двое человек куда-то едет, я не знаю, куда нас повезут. Страховый, конечно, если честно. Вот, 1000 рупий на весь день, плюс паркинг тоже за ваш счет. 30-40 рублей в зависимости от места. И вот с нами, можно сказать, едет гид, он нас спрашивает, как вам Индия, как в Нью-Дели. Сказал, вот, сколько стоят билеты в Тадж-Махал. Ну, в общем, по-английски очень хорошо говорит. В общем, мы приехали, и здесь, смотрите, такой электрокар, который доставляет вас до офиса, где нужно купить билеты. Наконец-то я слышу иностранную речь. Здесь, похоже, группа немцев с нами. Как только мы приехали на вокзал, нас сразу взяли в оборот. Причем у них здесь все достаточно хорошо организовано. Сразу все объясняют, рассказывают, говорят, куда идти, что делать. Здесь, в общем, не нужно брать услуги, никаких помогаек, покупать билеты самостоятельно. Везде самостоятельно есть, ходить, смотреть. Говорят, здесь есть не нужно, кстати, да. Он нас повезет в какое-то свое место. Посмотрим. Уже боюсь. Да, куда он нас отвезет. Касса, где продаются билеты. Мы оплатили вход. Две фишки дали, чтобы опустить на входе. Стоит 1250. Если оплачешь карты. Без карты 1300. За человека. Да, за человека. И далее бахилы. Потому что без бахилов там ходить нельзя. На территории очень красиво. Смотрите, как хорошо подстрижен газончик. Идеальная чистота. Спокойно. Нет суеты. Хотя людей достаточно много. И в этом комплексе получается не только Тадж-Махау, а много других интересных строений. И мы приближаемся. Сквозь арку уже виднеется белый мрамор. Красивый. Ну да, уже издалека видно, что он очень красивый. О, как будто сливается с небесами. Нереально красивое место. Тадж-Махау. Это мечеть. Она же усыпальница, которую шейх построил в память о своей жене. Которая умерла, когда рожала 14-го ребенка. Построена эта мечеть из белого мрамора, который днем белый, на закате розовый, а вечером серебристый. Этот белый мрамор доставляли сюда из места, которое находится в 300 километрах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раньше еще ходил такой миф, что шейх хотел рядом с белым Тадж-Махалом построить такой же, только черный, из черного мрамора. потому что при раскопках был найден мрамор черного цвета и подумали, что вот он не успел завершить черный шедевр, потому что его сверг его сын. Но, как потом выяснили ученые, это никакой не черный мрамор, это этот же белый мрамор, только который почернел. Он там вот находился, видимо, от влажности, времени. Так что никакого второго Тадж-Махала быть не должно. Все-таки мы решили взять профессионального фотографа. Он нам сделал хорошие фотки на телефоне. Мы думаем, давай ему дадим денег. Он говорит, я не могу взять деньги. Я могу брать, только если вы снимаете на мой фотоаппарат. Мы говорим, ну ладно, давай. 5 фото за 300 рублей договорились. Сейчас он нам сделает хорошие кадры. По сей день в Тадж-Махале находится прах шейха и его жены, но гробницы расположены не в самой мечети, а под землей. Посмотрите, люди стараются ухаживать за территорией, высаживают цветы. Мы думали, что мы сюда приедем и будем одни, что мы самые первые сюда приедем, потому что никто на шестичасовом поезде не поедет. Оказывается, уже так рано и много людей. Что же здесь летом, когда жарко? Я читала в Википедии, там написано, что самое лучшее время для посещения Тадж-Махала – это зима. Комфортная температура, тепло. Какое тепло! Вы сами тут были зимой? У меня уши отваливаются. Нас фотограф фотал и руки постоянно грел. Тоже мне комфортная температура. С левой стороны небольшой фонтанчик. Почему-то он совсем такой скромненький. Мне кажется, здесь надо какой-нибудь грандиозный фонтан сделать. Сколько времени выделять на посещение Тадж-Махала? Два часа? Примерно. Чуть больше, чуть меньше. Вам это время не хватит, чтобы погулять и пофотографироваться. Мы приехали сюда, именно в Тадж-Махал, вошли уже где-то в 8.40 утра. И уже здесь было достаточно много людей. Сейчас у нас время 9.20. И вот можете посмотреть, сколько людей. Конечно, настроение грандиозное, легендарное. Один раз в жизни однозначно стоит побывать, увидеть это своими глазами. И знаете, здесь такие большие птицы черные. И вот они, когда пролетают над куполом, ну так красиво, прям дух захватывает. Конечно, когда подходишь ближе, понимаешь все его масштабы, размеры. Посмотрите, ведь когда по ту сторону экрана сидишь, до конца не осознаешь. Ну вот вы для сравнения, обратите внимание, какие маленькие люди по сравнению с куполом, самим зданием. Мы, кстати, думали, добраться сюда будет целым испытанием. Но в принципе нормально, 2 часа на поезде, чай попил, отдохнул и все, ты уже здесь, сел на такси. За 10 минут мы отсюда доехали или там за 15 на такси. И, собственно, уже любуемся красотой. Мне кажется, в этой шапке Света на индуса похожа. Тебе идет. Один фото. Один фото, мистер, 100 рублей. Я не знаю, радоваться мне или грустить, что я похожа на индусу. Вход, конечно, очень красивый, впечатляет. Все такое белое, красивое. Представляю людей, которые сюда приходили еще в те времена и офигевали просто от этой красоты. Внутри, к сожалению, снимать нельзя. Но сейчас посмотрим, поделимся впечатлениями. Сейчас один индийц прокричал наши имена прямо там, где купол. Он кричал, алекс, Света! 50 рублей стоит. Не, ну вообще, сколько хочешь, надо задонатить. Мы дали 50, но зато наши имена были тут провосклашены. Ну да, и там в куполе эхо «Алекс!» Олег, такой вообще какой-нибудь. Иначе я куплю. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Еще он нам рассказал историю, откуда был привезен мрамор. Он взял фонарик и просвечивал мрамор и показывал, как лепестки светятся. Это действительно было интересно, красиво. Я думаю, в солнечную погоду, когда лучи и солнце светят на мрамор, здесь нереально красиво, потому что этот мрамор на определенное такое качество. Я не знаю, он свет пропускает и так светится, когда на эти лепестки цветов он насвечивал фонарем. Так красиво было. Они красно вгорели. Несколько видов мрамора использовалось для украшения фасадов. Посмотрите, какая работа кропотливая. Вот в каждой детали такая четкость, такая строгость, эффектность, ничего лишнего. Классненько. Издалека кажется, что он весь чисто белый. Но на самом деле здесь очень много мелкого узора из другого мрамора. И вот, посмотрите, тоже резьба по мрамору такая. Вот сколько нужно времени, чтобы только вот этот узор из мрамора сделать? Ну, конечно, работы здесь проделаны нереально много. Это, получается, мечеть, усыпальница и мавзолей. Еще, если будете внимательными, то заметите на деревьях зеленых попугаев. Они вот такого размера где-то, это с хвостом, зелено-желтые. Их много достаточно, они летают, и вот на больших деревьях, на ветках обитают. Время половины одиннадцатого мы закончили свою прогулку. И вы посмотрите, сколько людей подтянулось. Я думала, утром было много, но к обеду их становится вообще толпа. Да, вот, кстати, эта толпа, чтобы вы понимали, сколько людей. Мне кажется, раз в пять увеличилось количество людей. Да, и там на центральной смотровой тоже много очень. Индийцы очень любят Тадж-Махал, гордятся им. И даже охранники постоянно подсказывают, как тебе лучше встать, сфотографироваться. Ну, чтобы их достопримечательность была представлена в самом лучшем свете. И сейчас девушки приехали. Они спортсменки какие-то, тоже из Индии. И у них на лице вот одна сейчас заходит и снимает. И вот она в первой кадре, видите, Тадж-Махала. И у неё на лице вот так. Вот она снимает. И вот мне очень понравилось. Это неподдельное вот впечатление первое. Радость такая... А вот так вот было, знаете, произвело на меня впечатление. Вот этот вот взгляд её. Ну, у меня такой же взгляд был, когда... Да, да, просто себя со стороны не видишь. И я потом смотрю, мужчина заходит. Лет шестидесяти, такой серьёзный, как депутат. И такой, как ребёнок, такой расплылся в улыбке. Вот так примерно это было. Подписывайтесь на наш канал, если этот выпуск вам понравился. Если тоже были в Тадж-Махале, делитесь впечатлениями. Как вы думаете, куда нам ещё съездить, чтобы была похожая такая грандиозная достопримечательность? И где мы ещё не были? Куда бы вы нас отправили? Сходите в нашу группу ВКонтакте, в наш Инстаграм. До новых встреч. Пока. Всем пока. Пока.